Друзья, новогодние праздники это, конечно же, такое мероприятие, когда нужно задумываться о безопасности, потому что катание с горок, взывание петард и так далее, это всегда, конечно, очень опасно. И вот сегодня мы пригласили в студию к нам инспектора Александра Юзеева, который расскажет все-таки о технике безопасности. Александр, здравствуйте. 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 Который будет не до отдыха, понимаете? Да, который будет работать. Который будет вынужден приглядывать за всеми теми, кто будет активно и бурно отдыхать. Александр, вот при праздновании Нового года, какие правила техники безопасности стоит соблюдать в помещении? Ну, во-первых, нужно руководствоваться здравым смыслом, а также строго соблюдать инструкции, указанные на том или ином пиротехническом изделии, будь это обычная хлопушка, ну, или бенгальские огни. Вот, и также стоит оградить людей изрядно выпивших от использования пиротехнических изделий, потому что понятие безопасности у пьяного человека немного отличается, чем у трезвого. Размытая весьма. Да, можно сказать так. Мне кажется, нетрезвого человека вообще надо оградить от много еще чего-то, от пиротехнических изделий. Ну, от пиротехнических изделий в том числе. А ты каких-нибудь стеклянных сосудов, там, я не знаю, отфужеров, в общем, как ребенка маленького нужно. Совершенно верно. Потому что человек пострашнее пиротехнического изделия. Опасный человек, действительно, это точно. А вот что показала статистика празднования прошлого Нового года по происшествиям? Ну, можно сказать, что пожары, они были всегда. Нельзя сказать, что именно в период новогодних праздников пожаров либо стало меньше, либо больше. То есть причины те же. В том году у нас было всего 4 пожара в период с 31 на 1 января. Вот. Поэтому причины одни и те же, то есть неосторожное обращение с огнем при курении, короткое замыкание и неисправность отопительных печей. То есть причины, из-за которой была бы пиротехника, слава богу, у нас не было. То есть вот на протяжении года не наблюдается каких-то всплесков именно касаемо... На свадьбах может быть. Да, да, то есть какие-то бывают. В этом году, по крайней мере, такого не было. Не знаю, зимнее солнцестояние, когда там у всех затмение, и все начинают там что-то... В этом году таких случаев. То есть все стабильно, ровно, опасно, все равно все происходит своим чередом. Да, но все равно как-то граждане более осмотрительно относятся к этому. Все-таки пиротехника, это, можно сказать, красивая бомба. Поэтому люди все равно с некой осторожностью относятся к этим изделиям. А есть вот некая статистика по сравнению с прошлыми годами, например, что вот сейчас, в принципе, именно... Ну, за период моей службы, как бы, еще ни одного факта из-за пиротехнических изделий, чтобы был какой-то пожар или травмы, не было. Поэтому за 4 года могу сказать, что с пиротехникой люди умеют обращаться. Ну и хорошо. Отлично. Вот что касаемо салютов, фейерверков, каждый год вот все равно вы даете какие-то наставления. Дайте ей в этом году наставления, как пользоваться пиротехническими изделиями, чтобы не принести себе каких-то увечий. Ну, повторюсь, это, опять же, соблюдать инструкцию. То есть на каждом пиротехническом изделии указана своя инструкция, потому что у нас пиротехника бывает разная. Есть бытовые хлопушки, бенгальские огни и, грубо говоря, стозалповый салют. Вот. Также стоит обратить внимание при покупке, чтобы покупать пиротехнику только в специализированных магазинах, имеющих сертификаты соответственно, пиротехническую продукцию, лицензию и так далее. Вот. Ну, смотреть, чтобы был срок годности неистекший, а также не было каких-то видимых повреждений на упаковке, дабы, чтобы все пошло по плану. Вот. А также при запуске стоит заранее посмотреть погоду, чтобы не было сильного ветра, потому что салют у нас, как правило, взрывается вверху на расстоянии от десятка до сотни метров. Поэтому при сильном ветре траектория полета того же салюта может измениться и попасть либо в дом, либо кому-нибудь в окно. Вот. А также стоит, следует выбрать площадку, то есть более открытую территорию, чтобы оградить людей на безопасном расстоянии. Ну и все равно салют лучше наблюдать с большого расстояния, нежели стоять высоко за травговым. А вот в каком режиме именно в новогодние праздники будет работать МЧС и прочие службы? Ну, реагирующий подразделение МЧС пожарный спасатель работает в круглосуточном режиме 24 часа в сутки, 365 дней в году. То есть в любом случае, при любом раскладе, даже если в 12.00 подбой курантов у кого-нибудь дома разорвет не очень удачно салют где-то, то вы подоспеете, правильно? Да, потому что пожарная охрана на страже круглосуточно находится. Эх, ну теперь можно отмечать праздники, думаю, спокойно и не бояться. И можно взрывать все подряд и знать, что где-то за углом, дежурит арят. Все подряд, мне кажется, в любом случае взрывать не стоит, потому что к добру это не приведет. Знаешь, это вот МЧСники, может быть, работают круглосуточно, но они тебя не спасут, если у тебя будут какие-то травмы. А вот если ты уже поедешь в травмопункт, там вряд ли тебя встретят с распростертыми объятиями и скажут, ну подождите немножко, до 8 января, например. Ну что ж, спасибо огромное. Мы напоминаем о том, что с нами сегодня был Александр Юзеев, инспектор МЧС, который будет на страже порядка, на страже здоровья всех тех граждан, которые, в общем-то, не планируют отказываться от тех или иных пиротехнических устройств. Более того, они, может быть, как-то специально даже планируют сделать это максимально феерично. Ну и, в общем-то, мы вас предупреждаем, предупрежден, значит, вооружен. Но самое главное не делайте это в состоянии алкогольного опьянения. Мы это поняли, что это самая большая группа риска. Спасибо огромное, Александр, за инструктаж. Я надеюсь, что наши телезрители не пропустят это мимо ушей, все-таки примут это во внимание. Ну а мы продолжаем дальше, и у нас далее следующая рубрика.